Всем привет! С вами GoBzor.com. Сегодня у нас на тестах новый видеорегистратор Lexant LR250 Dual. Он поддерживает двухканальную съемку Full HD разрешения, оснащен ярким IPS дисплеем и может похвастать точной цветопередачей. Из особенностей отмечаются режим парковки, G-сенсор и датчик движения. Сейчас вы видите пример съемки с двух камер. Напомню, по ссылке текста обзор там уже будут посмотреть дневной и ночной ролик в полном тайминге. Ну а мы приступаем. Средняя стоимость 5000 рублей. Комплект включает у нас крепление лобовое стекло, выносную камеру с кабелем подключения, монтажный комплект для нее, адаптер питания в прикуриватель, карт-ридер, гарантийный талон. Традиционный формат исполнения. В корпусе прямоугольной формы с закругленными углами. В оформлении преобладают темные цвета. На фронтальной стороне выведен объектив. Он собран из группы стеклянных линз. Угол обзора 130 градусов. По краям от экрана распределены 4 светодиода. Они могут быть полезны при съемке в ночное время, в режиме парковки или когда съемка ведется с рук вне автомобиля. Сторона водителя полностью занята дисплеем диагональ 3 дюйма в разрешении 640 на 360 пикселей. С помощью него можно вести контроль с двух камер в нескольких вариантах сочетания. Так, например, можно вывести, например, со второй камеры и вы сможете эффективно контролировать слепую зону в тыльной части автомобиля. Плюс система поддерживает автоматический перевод на нее, но для этого необходимо подключить дополнительный кабель к питанию фонаря заднего хода. При движении будет выводиться изображение с парковочной разметкой. Камера, выполненная в защищенном корпусе, можно поставить как на заднее стекло, так и в районе рамки номерного знака. Длина кабеля подключения второй камеры Александр LR250 Dual составляет 5 метров. Питающий кабель длиной 3 метра. Владелец может организовать скрытый монтаж в салоне автомобиля. Для удобства подключения все разъемы сосредоточены на верхней грани видеорегистратора. Питающий интерфейсный штекер усиленный и защищенный от излома. Крепится при помощи вакуумной присоски с прижимной ножкой, поддержит поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Управляется при помощи механических кнопок, распределенных по краям корпуса. Зафиксированные в корпусе хорошо не дребезжат. Запись ведется на карту памяти, формат microSD. Тестирование ввели с картой объема 64 гигабайта. Меню управления представляет собой общий список с пунктами управления. Несколько вариантов разрешения, видео и фотосъемки. Изменение длительности циклов, датчик движения, запись звука, режим парковки. Отключение экрана через заданный интервал времени, включение и выключение подсветки, голос номер. Построенный видеорегистратор на базе процессора GL5211. Основной канал с разрешением Full HD. Номерные знаки разборчивые при разных условиях размещения. Фиксируется все происходящее на дороге. Угол обзора второй камеры 75 градусов, разрешение 640 на 480 пикселей. Как итог, получаем двухканальный видеорегистратор, который не только ведет беспрерывную съемку, но и может выступать помощником при движении задним ходом, а также поддерживает съемку роликов при срабатывании датчиков удара и движения. Поворотное крепление, емкие карты памяти, возможность скрытого монтажа. С удовольствием отсюда. Ну и с вами Александр, LR250DUAL. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok